Николай Иванович Орлов родился в Горьковской области в селе Верякуша Дивеевского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего четыре. Эти драматические и трагические обстоятельства для страны, которые были вот эти годы, они конечно отразились на всех жителях и села и района, как говорится, и всей страны. Потому что мужчин всех призвали в армию. На войну ушел и отец маленького Коли. С тех пор папу мальчик больше не видел. Мать Коли вынуждена была выйти на работу в колхоз и четырехлетнему ребенку приходилось следить за младшим братом. Тяжелые времена для всех сельчан было, когда мужчины-то ушли. А им очень трудно, женщинам приходилось, чтобы поддерживать детей и в колхозе работать и заботиться того, что возможностей мало. Даже женщины собирались одни и ехали, сами везли сани, чтобы из леса зимой привезти дрова. То есть они там напилят и сами на себе везли. Николай Иванович признается, что немцев он не встречал, но помнят, как однажды над их огородом пролетал большой вражеский самолет. Это впервые я вот увидел самолет, когда он летел так низко. Это так было довольно страшно, пронесся с ревом. А младший братишка тоже со мной был. Я даже его в закрытии так с такой злостью думаю, что это такое, откуда такой самолет. В 1946 году семья Орловых переехала в наш город. Николай Иванович пошел в школу. Окончив семилетку, поступил в техникум на физико-ядерщика. В 1953 году устроился на третий завод, а после трудился в федеральном ядерном центре. В 2008 ушел на заслуженный отдых. Сегодня Николай Иванович счастливый семьянин. Он помогает детям воспитывать двух внуков.